Это первый турнир, который проводят по филе футбола, масштабный в том плане, что именно в Дагестане. И все мы знаем, что победитель, да, он подпишет контракт, ну скорее всего на один год контракт, да, потому что мы хотим сделать этот турнир ежегодно, чтобы данный спортсмен, он мог отстаивать каждый год, да, что в Достоне он подписывает контракт, если бы он был Андрей или нет. Я всем хочу вам пожелать, когда удачи, хорошего настроения и красивого футбола, красивый уголок, чтобы все участники получили самое главное удовольствие от данного турнира. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил с Myth1. Добавил с Добавил с Даней. Добавил с Даней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я играл с 2015 года, до этого играл другой футбол, но потом тот футбол сдал, пришлось пересесть на FIFA, и в целом он меня полностью устраивает. Как он развивается, не стоит на месте, с каждой части добавляет что-то новое, физика игры более похожа на реальный футбол, чем в том же Pro Evolution Soccer. Какую задачу ты поставил лично в этом турнире для себя? В этом турнире я поставил, не ставил задачу выиграть турнир, я ставил сыграть для себя, испытать свои силы. Каждый матч был с нервом, вернее, не без простоты. В каждом матче разница была всего лишь мяч, так что все соперники были достойные. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какой у тебя опыт? На PlayStation первый раз играю, а так играю давно уже, с 2011 года, наверное. Ну, первый раз играешь, сопутствующий вопрос, долго ли тебе пришлось привыкать, сколько минут ушло на это? Вчера поиграл два часа, а так не играл на этом джойстике. Трудно на этом джойстике. То есть вчера у тебя была такая предыгоровая размина? Да-да-да, чуть поиграл, к этому джойстику привык, и все. А ждал, что-то сразу, с первого раза дойдешь до финала? Конечно, нет. Вот я думал, групповая будет, думал, хотя бы с группой выйти. Ты выиграл в полуфинале, отошел в дальний самый кабинет, наверное, сидишь и настраиваешься, да, на финальную встречу? Отойти, матч был сильный, сопернику тоже респект, хорошо играл. У тебя были трудные матчи, или ты думаешь, что самый трудный у тебя впереди в финале? По-любому самый трудный впереди будет. Финал, он не просто так, наверное, дойдет до финала. Все, будем ждать. Арман, поздравляю тебя с третьим местом. С каким клубом ты играл? Я весь турнир играл с клубом Барселона. А почему Барселона, не Манчестер и Ной, не Ютро Милан? Я бы с удовольствием взял Баруси, но у нее линия защиты слабее, и надо было выигрывать турнир. Хотя бы призовые места брать, поэтому я выбрал сильный клуб. Я обычно играю в атакующий футбол, но этот турнир сыграл... Еще бы с Барселоной и сыграть в оборонителях. Я сделал ошибку в полуфинале. Играл от обороны. Играл не в три напада, а в два. Весь турнир так прошел с АПЗ Месси. И надо было все-таки в полуфинале играть в атакующий футбол. За третье место самый лучший мой матч был, потому что я играл в атакующий футбол. Уже не было никакого принципа занять третье или четвертое место. И у нас был открытый футбол. Со счетом 3-2 я выиграл. К сожалению, на большом турнире в первый раз я вылетел, а на таком организованном в первый раз. И мне очень понравилось. Я отсюда с нетерпением жду следующего года, чтобы взять первое место. Как ты думаешь, у тебя были шансы попасть в финал? Да, были. Я проиграл по пенальти. Честно говоря, обоюдный футбол был. Меня очень сильно спасал вратарь в Дорштеге. У него Нойер спасал. Такой футбол вратарей был. В лотерея все решила, кто попал в финал. Надеюсь, мой друг в финале выигрывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это может быть опасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая передача будет «Ура!» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Шамиль, сначала об ощущениях. Как себя чувствует новоявленный чемпион? Не верится, да, с сих пор, честно сказать. Приятно. По ходу матча ты выиграл со счетом 2-0, но затем соперник удалось переломить ход событий и сравнять результаты. Твои ощущения в концовке? Надеялся ли ты все-таки забить победный гол? Я весь матч надеялся, ни разу не расслаблялся. А за счет чего удалось ПСЖ, твоему сопернику, забить сначала один, а затем второй гол? Может ты расслабился в какой-то момент, нет? Ну, потому что соперник тоже отлично играл. По-любому это футбол, фифа, там кто-то кому-то забивает, там невозможно. А то, что ты как бы ты хорошо не играл, на ноль отставить очень трудно. Теперь тебе предстоит подписать профессиональный контракт с футбольным клубом «Аманжи», который ты будешь представлять на чемпионате России. Ты готов вообще внутренне, да? Может быть, ты будешь проходить какие-то тренировочные сборы, в тренировке проводить. Как ты будешь вообще готовиться к этому турниру? Не знаю, скорее всего, особо тоже готовиться не буду, к этому тоже особо не готовился. Так, нет-нет, заходить буду играть. Посмотрим, что там вообще, как, узнаю дальше. Удачи, будем болеть за тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, наверное, главный победитель Кубка «Анжи» Ура! 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 Аплодисменты нашего партнера маломаушники, профессиональные, небольшие сувениры, футбольный клуб Анжи. Мы заключаем Шамилем контракт, который будет представлять наш футбольный клуб Анжи на Кубке РФФЛ в городе Уфа, который состоится 24 или 26 февраля. Желаем Шамилю удачи, побед, чтобы он представлял наши цвета, футбольный клуб Анжи поставил. Поздравляем! Поздравляем! Нам поступило письмо от РФФЛ о том, что футбольный клуб Анжи должен представлять участник, киберспортсмен, чтобы он принимал участие от футбольного клуба Анжи в Кубке РФФЛ. Естественно, у нас появилась такая идея, чтобы провести турнир Кубок Анжи. Это было обязательное участие каждого футбольного клуба? Это было обязательное участие, потому что многие клубы уже подписали киберспортсменам, они уже стоят на контракте и представляют их клубы на разных соревнованиях. А для футбольного клуба Анжи получается это первый? Это первый опыт, да. И естественно, мы хотели провести живой турнир, чтобы все желающие могли прийти и проявить себя, показать свои силы, на что они способны. И, конечно, было очень интересно посмотреть, на каком уровне вообще у нас ребята могут показывать футбол именно на приставке на PlayStation 4. Насколько себя оправдал турнир? Я думаю, он себя полностью оправдал в том плане, что он прошел на хорошем уровне. Это благодаря еще нашим партнерам, которые нас поддержали. Это сеть заправочных станций F1, это магазин «Спортлидер», также магазин спортивной одежды «Тимспорт». И, конечно, кафе «Дум», где мы провели само мероприятие, где были замечательные условия, и все было создано для участников, чтобы каждый участник себя чувствовал комфортно. В дальнейшем намерены проводить подобные турниры? Я думаю, да, потому что сегодня у нас определился один участник-победитель, а в следующем году мы сделаем такой же турнир, чтобы он мог стоять свой титул. И также победителя будем отправлять на различные соревнования, подписывать контракт. Сейчас победитель отправляется в Уфу. На каких условиях он там будет участвовать? Перелеты и проживания оплачиваются футбольным клубом «Анжи» и организаторами РФПЛ. Есть условия, чтобы участник был обязательно в форме «Анжи», которую он представляет. Каждый участник будет представить свой клуб, и они будут выбирать команды свои «Анжи», «Спартак», «Зенит» и так далее. И у всех участников данные у футболиста будут равные 85. И там будет решаться именно мастерство футболистов, именно мастерство игроков, как они умеют проявлять качество на приставке по С4. Продолжение следует...